Всем привет! С вами Елена на канале Косметическая Кухня Бьюр, на котором я делюсь секретами приготовления натуральной косметики. И в сегодняшнем видео уроке я поделюсь рецептом приготовления геля для роста ресниц и бровей, который состоит всего лишь из шести компонентов, но при этом оказывает видимый эффект уже через несколько недель применения. Главным действующим компонентом данной рецептуры выступает актив от немецкой компании ЦЛР под названием Фолликусан. Подробнее о механизме его действия читайте на сайте магазина Бьюр, ссылочку вы видите в углу экрана, а также в описании к данному видео уроку. Вам уже стало интересно, как же приготовить данную сыворотку? Тогда обязательно нажимайте лайк, а также подписывайтесь на канал, если вы еще не с нами, а я тем временем начинаю приготовление. Как я и говорила, для приготовления данного средства мне понадобится всего шесть компонентов, которые вы сейчас видите на вашем мониторе. Купить их можно в интернет-магазине Бьюр с доставкой по Украине и в другие страны мира с помощью обыкновенной почты. А полный рецепт со всеми дозировками ввода компонентов ищите в описании к данному видео уроку. В начале приготовления я беру чистый, конечно же простерилизованный стаканчик, в котором у меня заранее отмерено необходимое мне количество дистиллированной воды и в ней я растворяю 0,1 хилатора Дермофил. Зачем использовать хилаторы в косметике? Читайте статью блога Бьюр, подсказку вы видите в углу экрана, а ссылочку под этим видео. Затем я размешиваю хилатор до растворения в воде и отправляю ее на водяную баню, нагреваться до температуры около 70-80 градусов Цельсия. А тем временем я беру новый простерилизованный стаканчик и добавляю в него 2% пентилингликоля, а также 0,5% консерванта Эуксил ПЕ9010. Пентилингликоль помогает Эуксилу беспроблемно раствориться в горячей воде, а также служит энхансером в данном рецепте. Затем в данную смесь я добавляю буквально одну каплю гипоаллергенной отдушки вдохновения. Она имеет очень нежный и приятный аромат. После чего я тщательно размешиваю все компоненты до растворения друг в друге. И затем после нагревания воды до необходимой мне температуры я смешиваю ее с данным раствором. После чего вся эта смесь полностью растворилась в воде. Как вы видите, нет ни капли жирного раствора. Смесь получилась немножко модной, потому что мы в рецептуру добавили отдушку. Если делать данное средство без отдушки, вы получите полностью прозрачный раствор. И сейчас в эту горячую смесь я введу 1% загустителя пребиолин. Это очень крутой полностью натуральный растительный загуститель, который подходит даже для веганской косметики. Работать с ним одно удовольствие. И огромный бонус данного загустителя, что он содержит в своем составе пребиотик. Сначала я аккуратно диспергирую его в горячей воде с помощью ложечки. А также хочу уточнить, что он не боится никакого нагревания. И в горячей воде он образует гель гораздо быстрее. После чего я отправляю стаканчик на магнитную мешалку размешиваться до тех пор, пока у меня не образуется однородный гель. И затем после образования однородного геля и перед введением самого основного компонента мне очень важно измерить уровень кислотности получившегося средства. И, как вы видите, pH достаточно высокий. Почему же так, спросите вы? Потому что хилатор Дермофил сам по себе достаточно сильно повышает кислотность любой косметики. Поэтому сейчас с помощью 40% раствора молочной кислоты я буду понижать pH до показателя примерно 6,5-7. Для этого я покапельно добавляю молочную кислоту в гель и размешиваю и проделываю такую процедуру столько раз, сколько понадобится для того, чтобы опустить кислотность. После добавления буквально одной капли 40% раствора молочной кислоты, я хочу уточнить, что я готовлю 50 граммов готового средства, мой pH опустился до необходимого мне уровня. И составляет он примерно 6,5. И теперь, когда кислотность раствора соответствует моим требованиям, я могу добавить звезду данного рецепта, а именно актив фолликусан от немецкой компании Целла. Зачем нужны были все эти танцы с бубнами и контроль кислотности данного раствора? Потому что фолликусан требует обязательный pH при 5,8 и выше. При несоблюдении данного условия готовое средство вместе с фолликусаном может выпадать в посадок. Я ввожу 5% данного актива в рецепт и хочу уточнить, что фолликусан активизирует рост волос, ресниц и бровей. Он делает их плотными и толстыми. Фолликусан – это комплексный актив. Это сочетание биоактивных сигнальных молекул молока, DL-этилпантенола, инозитола и серосодержащих аминокислот. Подробнее о механизме его действия и проводимых исследованиях эффективности читайте в описании компонента на сайте магазина Бьюр. Ссылочку на него смотрите в подсказках в углу экрана, а также в описании к видео уроку. И затем я снова возвращаю стаканчик на магнитную мешалку и оставляю здесь примерно на 5 минут для того, чтобы фолликусан равномерно растворился в получившемся геле. И в конце, после полного размешивания фолликусан в геле, я, конечно же, еще раз измерю уровень pH уже полностью готового средства. И, как мы видим, уровень кислотности полностью соответствует требованиям, которые были оглашены для работы с фолликусаном. И на этом мое приготовление закончилось. И затем я могу перелить данный гель в удобный флакончик для его хранения. Затем закрываем с помощью удобной крышечки со специальной щеточкой, с помощью которой вы сможете наносить гель, но при этом также расчесывать реснички и бровки. Использовать данный гель рекомендуется ежедневно для того, чтобы увидеть эффект через несколько недель применения. Однако не ожидайте, что ваши ресницы начнут расти через 5 или 6 дней, ведь стадии роста волос достаточно длинные. Поэтому эффект вы сможете увидеть не ранее, чем через 2, 3 или даже 4 недели. Скажите, вам понравился мой рецептик? Будете готовить гель? Тогда обязательно оставляйте свои комментарии под видео и не забудьте рассказать, что же в результате приготовления получилось именно у вас. Ваши комментарии это самая лучшая мотивация для меня для разработки новых рецептур. С вами была Елена, канал Косметическая Кухня Бьюр. Всем пока и до встречи в новом видео уроке.